Всем привет дорогие зрители, с вами Чокопаев и сегодня у нас будет новый ролик по игре МТА провинция. И как вы могли прочитать из названия, сегодня у нас пойдет речь о всем том новом, что будет находиться на новой карте МТА провинции. Краткий экскурс для тех, кто не знает, что такое новая карта. На данный момент в провинции не полная версия, а именно демо-версия провинции. И разработчики планируют полную версию, то есть новую карту. И сегодня мы поговорим о том, что будет как раз в этом большом, таком огромном обновлении. И сегодня я вам расскажу о том, как изменится полностью Приворск, Мирный, Невский, остальные территории по карте, какой транспорт добавят. А также я вам расскажу о новой работе в обновленном Мирном. Ну и перед началом этого бомбового ролика, хотел бы вам рассказать по традиции, то что мои видео смотрят 94% людей без подписки. Для меня будет самым большим подарком от вас, если вы этот процент уменьшите. Также, если хотите, можете поставить лайк этому видео, а можете поставить дизлайк. Я не обижусь. Ну и как я и обещал, если вы набираете перед 1 августа 600 подписчиков, то я делаю вам конкурс. Вы набрали, так что получайте его. Призы, которые вы можете выиграть на трех серверах. На втором, на третьем и на пятом. А именно, первое место 250 тысяч, как и второе. Третье 200 тысяч, четвертое и пятое по 150. То есть, в сумме будет разыгрываться миллион рублей. И чтобы принять участие в этом конкурсе, нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк под это видео, написать любой комментарий. Но, с содержанием банковского счета и вашего сервера, также можете написать просто свою страницу во ВКонтакте. И быть подписанным на мою ВК группу, которая будет расположена в описании этого ролика. На случай блокировки Ютуба в России. И если это произойдет, то можете смотреть мои видео именно там. Сам розыгрыш будет проводиться на стриме 5 августа, 8 часов по МСК. Все доказательства честности этого конкурса будут на этом же стриме. Так что, выполняйте условия и удачи вам в этом конкурсе. А мы переходим к видео. Ну и перед основной частью ролика, я бы хотел сделать важную ремарку. О том, что в этом видео будут показаны все изменения в новой карте с периода 4 мая 2020 года по 1 января 2022. Я это сделал из-за того, что слишком много информации в целом было выпущено от разработчиков. И это видео затянется на минут 40-50, если я вам все расскажу в одном ролике. Поэтому, если вы хотите продолжение остальных трех лет, ставьте лайки и набираем 30. Я понимаю, что вам эта тема интересна. И я выпускаю вторую часть. Ну и начну я сей рассказ о самом главном, что будет в этом большом обновлении. А именно, с изменений по карте. Как я вам уже сказал, самый первый скриншот, который был показан в телеканале, в телеграмме Демпрода, датирован 4 мая 2020 года. Это он и есть. Как написал сам разработчик, это переделанная площадь перед вокзалом Приволжска. Новый завод, пока что безымянный, который будет вместо ТЭЦ-2 в Невском. Но по словам того же разработчика, она ему слишком нравится, и она будет перенесена поближе к Приволжску. Новый тип поломанности дорог, вместо старых колдобин. Новое разворотное кольцо у трамвая. По всей видимости, у железнодорожного депо. Хотя, это всего лишь мое предположение. Новый парковочный карманчик у метродепо. Новое здание ГИБДДМ. Новое здание СТО, которое, по всей видимости, будет главным. Местоположение его на карте пока неизвестно. И также, новая база механиков. И они, видимо, будут находиться в одном пространстве, как и сейчас. Новая местность рядом с Портом. Новая улица Фрунзе. Новый автосалон Приволжска. Теперь, по-видимому, на новой карте русские машины будут продаваться в Приволжске. Также, вот интерьер этого автосалона. Новое троллейбусное депо Приволжском. По стыдным продам не указан какой это город, но, скорее всего, по троллейбусу, потому что он раскрашен сине-белой краской, это означает то, что это троллейбусное депо будет в Приволжске. Отдельное здание МВДМ. По всей видимости, будет разделение на ГИБДД и МВД на новой карте. А также мы можем заметить новую, видимо, механику и уже сделанную для нее территорию, а именно техосмотр. Новая развязка на трассе Приволжск-Невский или же Приволжск-Мирный. Два скриншота, по всей видимости, показывающие нам новые районы рядом с стройкой и СТО, которые находятся на данный момент на карте. Измененная площадка УЖД вокзала, где ожидаешь поезд. Новый вид на Приволжск со стороны вокзала. Новый банк Приволжском. Также тут представлен один скрин разработки этого объекта, самого банка. Также два скриншота, где он будет находиться на карте. Новые дворы Приволжском. Абсолютно новый район возле ЦГБМ. Еще хочется отметить то, что осталась одна интересная фишка этого места. Это футбольное поле. Только оно почему-то уменьшилось. И также на последнем скриншоте мы можем видеть новый обновленный восточный поселок. Новый завод ДжБК. Он будет находиться на старом месте, только в новой оболочке. Новое АТП, которое по всей видимости будет находиться там, где сейчас находится АТП номер 2. Новые ларьки в Приволжске. Самое примечательное в них то, что первый ларек называется Улапыча. А на третьем скриншоте угарная надпись Семья и дети связаны в лесу. Новые районы с дряхлыми сталинками у Виволэнда. Новые дома, которые будут на новой карте, где они будут расположены, будет показано в следующем пункте. Новый коттеджный поселок. Возможно, он будет называться Восточный, а возможно, как-то по-другому. Также мы видим скрин, тоже тут проходит трамвай. И последний какой-то непонятный скрин, опять в какую-то полосочку, где находится какой-то белый персонаж. Я сам не знаю, что это. Новая загородная местность. Именно скриншот с видом на какую-то новую ферму. Новая заправка на трассе Приволжск-Жуковский. Трасса Приволжск-Невский с новым мостом и какой-то хернёй. Я не знаю, как это называется. Напишите в комментарии. Более подробно вы это увидите, когда я буду рассказывать про мирный. Железнодорожная насыпь. Вид загородной какой-то новой трассы на стадион Приволжском. И новая трасса Приволжск-Жуковский. Продолжение следует... Поэтому я вас предупредил. Новый район в Мирном с башней Останкино. И с пасхалкой на Радио Провинц. Видимо там будет находиться их офис. Новое автобусно-троллейбусное депо в Мирном. Да-да, вам не послышалось. Там будут и автобусы, и троллейбусы в одном депо. База ЧТП. Как я понимаю, тут на каждом из серверов будет находиться своя частная автобусная компания. Конечно, придумали хорошо. Тут реально лайк. Особенно от ЧТПшников. Новый банк Мирного. И как мы можем заметить, уже три новых объекта я вам показал. И везде виднеется Останкино. Наверное, в Москве точно так же. Вид через сетку на гостиницу Москва. Вот так будет выглядеть новая шахта. Новый ТЦ Лепесин. Новое трамвайное депо в Мирном. Вид сбоку и вид сверху. Вид с 3D Max на весь Мирный. Вид на Мирный уже с горы. Вид сверху на квартал с церковью. Вид на один из районов Мирного с вышкой линии передач. Еще один вид на один из районов Мирного, где расположены две сталинские высотки. И вот как раз одна из них, а именно гостиница Невская. В реале это гостиница Украина. А вот вторая сталинская высотка МГУ. Тут разработчикам провинции повезло, потому что в аббревиатуре МГУ вначале же идет Московский государственный университет. А у нас получается на провинции Мирницкий государственный университет. То есть тоже МГУ. Храм Василия Блаженного и Московский Кремль. О втором мы еще дальше поговорим. Две каких-то то ли церкви, то ли храма. Я не знаю, как они называются. Но потом вы их увидите на скринах в самой игре. Если вы знаете, как они называются, смело пишите в комментарии. На новой карте в Мирном, как в Москве, будет стадион Лужники. На картинках мы можем заметить вид с фасада, сбоку и сверху. Видимо, этот стадион будет заменой арены Мирной. Эту фотографию я взял из телеграм-канала, уже не Демпрода, а Мишани Гриб. Какая-то будет стройка в Новом Мирном. ТЦ Моллюск. Что забавно, в реальной жизни он называется ТЦ Наутилус. Казанский вокзал. Опять видно Останкино. Также на скриншотах показаны поездные перроны и местность внутри вокзала. Возможно, там будут даже стоять автоматы с колой, которые будут пополнять голод. Несколько скриншотов, на которых расположены сталинские высотки МГУ и гостиница Невская. Новые виды на Москву-Сити. Огромный пак скриншотов, связанных с Кремлем. Тут и Кремль, и территория рядом с ним, и Мавзолей Ленина, и так далее. Огромный пак скриншотов, связанных с Кремлем. Кремлем, которая была перенесена в новую карту, а именно дом СиДжея. Если что, он еще есть и на старой карте. Его перенесли в новую, и он стал гораздо лучше. Появился, например, мост, отсылающий нас к мосту из Лос-Антоса. Как раз который проходит под Гентоном. Ну и также окружение этого дома тоже было улучшено. И вот как раз о чем я говорил еще в начале Мирного. Новые районы. Я не знаю, как их описывать. Они абсолютно сделаны по-новому. Так что вот вам просто пак скриншотов с новыми районами Мирного. Загородная местность Мирного. И вот та самая херня, о которой я еще рассказал вам, когда мы говорили о загороде Приволжском. Я так до сих пор не понял, что это. Так что напишите в комментарии вид на какую-то новую гору. И видимо начало той развязки только уже со стороны Мирного, который вам показывал, тоже в загороде Приволжском. Ну и последнее, что упоминается о Мирном, это какой-то таинственный замыленный листок с подписью Дэмпрода. То, что это план всего Мирного. Не знаю, как тут что-то можно разглядеть. Вот вам пища для размышления, так сказать. Может кто-то по моему ролику сможет на эту карту как-то поместить все здания, которые я показал. И как-то это все сопоставить и сделать нормальную версию этой карты. Все в ваших руках. Ну и перед тем, как узнать, что будет в новой карте в Невском, надо поставить лайк. Спасибо. Одна из хрущевок нового Невского. Эти два скриншота я взял из группы во Вконтакте GST Project, а именно из недельного обзора. Не помню, какого уже. Они там написали то, что мы должны угадать, где это находится. И я думаю, что это пасхалка на Астер РП, которая находится в трубе водостока в Невском. Если кто о ней не знает, можете посмотреть мое видео по подсказке вверху. Там я подробно о всех пасхалках провинции, в принципе, рассказал. Ну и, скорее всего, это перенос этой пасхалки на новую карту. Я так думаю, по крайней мере. Очень интересную возможность нам дали разработчики 9 ноября 2020 года, а именно нарисовать квартал в Невском, который потом разработчики смоделируют. Я такого не видел вообще ни на каком проекте, поэтому за это можно смело поставить лайк разработчикам. Ну и мне тоже можно. Ну и в итоге разработчики выбрали вариант Дмитрия Шайкина. И где-то там, в этом районе, на новой карте будет табличка с именем и фамилией этого человека. Новый автосалон в Невском. Правда, в ЭК-группе GST Project не написано было какой-то город, но по названию автосалона я делаю смелое предположение, что это в Невском. Потому что такой салон уже есть в этом же городе, на старой карте. Новый автодром. Скорее всего, он будет при автошколе, но ее, к сожалению, не показали. Интересное сравнение новых фототекстур на одном из домов в Невском. Новый коттеджный поселок в Невском. Новые корабельные кварталы из Санкт-Петербурга. Они так называются, потому что в квартирах, которые находятся в этих домах, тесно, как в каютах кораблей. Несколько скриншотов о измененной территории возле Лахта-центра. Там появилась новая набережная. Пару скриншотов новых объектов в Невском, а именно главный штаб СПБ. Я чуть не понимаю, что это такое, но так написал Демпрод в своем телеграм-канале. И также прилегающая к нему территория. Скриншот дорог в Невском. Красным помечены новые дороги. Новый большой магазин Метро. Наверное, он будет таких же размеров, как сейчас. Какой-то там ТЦ я забыл на выезде из Приволжска, где еще был рынок находится. И также прилегающая к нему трасса. Также еще одна трасса, которая обзаведется отбойниками, а именно из Мирного в Невский. Где еще есть поворот на мост в Невский разводной. Ну и теперь будет самый большой пласт информации и скринов про Невский, а именно его историческая часть. Как мы все знаем, то что Невский это прототип Санкт-Петербурга. И Санкт-Петербург славится тем, что он исторически застроен. Если можно так выразиться. И Невский будет практически точно таким же. Поэтому вот вам огромный пак скринов с новым красивым Невским. Продолжение следует... Продолжение следует... Лесопилку я отнес в отдельную категорию, потому что я не знаю, какой она на новой карте юрисдикции подчиняется, так сказать. Вот такая вот будет новая лесопилка. Пару скриншотов сводено, где мы видим то, что тут появляются какие-то уже новые дома и появляется какой-то новый заезд в нее. То ли со стороны Жуковского, то ли со стороны другой деревни. Тут уже не понять. Один скриншот маленькой, но уютной деревеньки Перевалова. Кто-то ее называет молочная на старой карте, кто-то уже называет ее Перевалова, но в новой карте она будет 100% Перевалова. Азино заметно расширится. Появится там заправка, появится множество новых домов. Думаю, такие плохие дороги это просто временное решение. Ну и появится множество объектов, которые я вам сейчас просто целым паком покажу. Волчанск это тот город, который уже был, можно сказать, недавно добавлен и его полностью кардинально изменят. Вот, например, добавили новый завод НПЗ, то есть нефтеперерабатывающий. Не знаю, может на нем будет работать или нет, но вот такой объект появится в новом Волчанске. Четыре скриншота новых районов Волчанска. На первом мы видим гору, где, как раз я в том видео про посылки говорил, камень провинции Риб и такой шарик из Оно. И на фоне там сзади виднеется новый вокзал Волчанска. На втором и третьем скриншоте ничего особенного, а на третьем виднеется что-то непонятное. Я так и не понял, что это, похожих зданий я не нашел, так что можете смело писать в комментарии свои предположения. Те самые новые разрушения дорог, которые я еще показывал минут 15 назад еще в Приволжске. Новая трасса, проходящая мимо Волчанска. Новое бездорожье, проходящее где-то возле Волчанска. Новый вокзал Жуковского. Новое АТП. Новый атмосферный район Жуковского. Еще один. По всей видимости, в Жуковском появится старая застройка. И вот целое ответвление из этих домов. Ну и напоследок, в Жуковском появится свой коттеджный поселок, который как бы уже есть и сейчас, но он обновится до более богатого вида. Как написал сам Дэмпрод в своем телеграм-канале, гадайте, что это за деревня. Я так на самом деле не понял, так что напишите сами в комментарии. Вдруг это какой-нибудь Водина или что-то еще такое. Но скорее всего это какая-то новая. Также еще на новой карте появится какой-то новый ПГТ, которого тоже название пока неизвестно. Ну или известно, но может я еще не до конца изучил. Можете тоже написать в комментарии. Вот вам пак скриншотов этого ПГТ. Ну и на этом все. Следующая часть видео о новой карте может выйти, если вы поставите 30 лайков. Также не забываем о конкурсе. И не забываем ставить лайк, подписываться на канал, бить в колокол, переходить по подсказкам, писать комментарии. А с вами был Чикопаев. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok